БОЛЬШЕ ЭМОЦИИ Сейчас для меня это часть моей жизни. Я жду, я переживаю со всеми участниками. Я просто могу сказать, что я живу этим. Мне это нравится. БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ Очень много талантов. Очень много. Все это Центральная Азия ищет таланты. Все. Ребята, все. Пойдемте. Добро пожаловать в дневники шоу «Central Asia's Got Talent». Здесь мы покажем то, что осталось за кадром. Еще больше об участниках, судьях, репетициях и выступлениях. Да не в этом части. Значит, счастья нету. Сейчас проходит этап полуфиналов. Самое интересное и зрелищное еще впереди. А это было круто. Реально круто. Бабушки-заюшки. Мы запомнили их яркое выступление еще с кастингов. Коллектив «Асыл Азия» станцевали так, что жюри с удовольствием пропустили их в полуфинал. Если бы у меня была еще одна золотая кнопка, я бы с удовольствием дал ее нашим бабушкам, но они и так в полуфинале. У нас танец называется «Аламатинский толь», потому что у нас многонациональная страна. И у нас на свадьбе действительно так и бывает, что мы под одну музыку можем и восточный танец танцевать, и русский краковец какой-нибудь, и еще что-то такое. Поэтому мы именно в этом танце, в одном танце показываем несколько стран мира сразу. Вы довели синхронность танца, вы ставили точки. Я уж не говорю о прекрасных костюмах, о нем очень идут. Спасибо за вашу подготовку. Спасибо большое, Асул Азия! Танцы – это один из способов самовыражения. Кто-то танцует ради удовольствия, а кто-то посвящает им всю свою жизнь. Акробаты, танцоры и файермены решили объединиться и создать новое шоу. Так перед прослушиваниями появилась команда «Литек», и сегодня эти ребята уже в полуфинале. Потому что у нас есть огонь! Огонь! Ну потому что, во-первых, если взять танцевальную часть, акробатическую и вообще файер-шоу, это три разные вещи, которые мы смогли совместить. Это как бы уже, мне кажется, можно назвать талантом, но и каждый из нас в своем деле профессионал. У них была очень хорошая подача. В танцах это тоже важно. У них были эмоции, синхронность была. У меня есть надежда на них. В полуфинале команда показала рискованный номер. Но ребята не сомневались в своих возможностях, так как уже не раз выступали с такой программой. Да, то есть абсолютно мы выступали с таким номером. Ну, я бы не сказал, что по танцевальной части, но за счет файер-шоу мы уже выступали при публике. И все каждый раз в один и тот же момент, в кульминационный момент, были просто в восторге. Ну, доходило даже до такого, что мы даже не слышали музыку от криков, восторгов. Субтитры делал DimaTorzok И следующим на сцену готовятся выйти участники из Таджикистана, который проделал большой путь к своей мечте. Мехроп Азимов. На этапе прослушивания, когда я увидел в числе жюри нашего Лаудина, мне было намного легче. Все-таки свой человек. Я его много раз видел, и я попробовал его нарисовать. Но я очень сильно переживал, боялся, справлюсь или нет. В детстве из-за простуды Мехроп частично потерял слух. Он живет с мамой, женой и ребенком. Рисование не просто любимое хобби Мехропа, но и основной источник доходов семьи. Прежде всего, меня всегда трогает мое сердце. Это человеческий фактор, откуда. И вот то, что когда я узнал, что он зарабатывает этим на жизнь, А когда это, на самом деле, ремесло, он ее рисует, он думает о том, что за сколько же я ее завтра продам, да, там, или там, было бы хорошо, если бы там появился покупатель, да. В прошлый раз Мехроп за три минуты нарисовал Алавуддина Абдулаева. У меня очень чуткое сердце. Спасибо тебе. В полуфинале он посвятил картину своей маме. Когда мама услышала, что я буду рисовать ее портрет, я спросил у нее, вы согласны, если я вас нарисую? Она сказала, если это будет похоже на меня, то я согласна. Мы даже вот просто свернули голову. Мы пытались разглядеть, как это просто волшебство. Это вот как да винчи, это же просто легендарные художники, это волшебники, можно сказать. Вот талант — это от Бога. Ну, конечно, мама — это святое, мама — это прекрасно. Вы замечательно сделали, что посвятили. Но вы, наверное, забыли, что вы в полуфинале. У меня ожидания были более обогащенные. Я думала, там швырнет какие-то там краски, что-то перевернет, какой-то слой снимет, что-то получится. И повторяться. Но спасибо большое, что вы любите маму, цените и посвящаете свой труд, свою работу маме. Спасибо, Миклоп. Увидимся позже. Катя и Полина Мы подготовили номер, который еще не презентовали нигде. Это дебют будет у нас. Приготовили воздушную акробатику на кольце. До этого у нас был другой снаряд. Мы посчитали, что кольцо будет намного зрелищнее. Сам сюжет номера тоже стал намного интереснее. Это был хороший номер, кстати. Если они хорошо подготовятся, они могут еще что-то новое нам, что-то такое показать. Девушки пришли на шоу Central Asia's Got Talent, чтобы выиграть 10 миллионов тенге и открыть собственную танцевальную студию в Бишкеке. Хотелось бы, чтобы о нас узнали в нашей стране, хотя бы, чтобы наш спорт поднимался, развивался, чтобы это больше было как творчество. И было больше возможностей продвигаться в этом и выступать чаще. Вот. Но это основная цель. Темная и светлая стороны души. В своем номере девушки отобразили смысл человеческой натуры в акробатических элементах. В этом номере мы постарались и артистизм побольше добавить, образ именно обыграть это все, то, что у нас добро и зло, побеждает добро. И стараемся, чтобы это все было синхронно, чтобы это было все динамично. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот здесь девушки хотели показать вот эту тонкость физического процесса работы. Мне кажется, с этим они справились на 100%. Хорошо поспала? Да. Завтракала? Да. Кашу ела? Да. Да, это Альбина Койкелова. На прослушиваниях шестилетняя участница из Кыргызстана прочитала стихотворения о жизни, доброте и желании сделать этот мир лучше. Ведь счастье не купишь на базаре, а здоровье ни в каком магазине не найдешь. Я думаю, что я очень хорошо стихи рассказываю, потому что я очень веселая и все время развиваюсь чем-то, я рисую и пою. Мама все время думает, чтобы меня куда-то отвезти. Я хожу на гимнастику, на курсы какие-то. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здрасте! Привет! На этот раз Альбина прочитала стихотворение Ирины Самариной «Лабиринт. Молодость и зрелость». На сцене Альбина с легкостью перевоплощалась в эти два образа. Молодость просила, если правда и это, что ж на чаем плачь, и о чем секреты? Я на чаем плачу, зрелость говорила, потому что раньше это не ценила. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это номер! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, Альбиночка, мы желаем тебе удачи. Пока! Молодец! Я уверен, что на такой сцене он будет петь впервые. Джасур Мирсагатов! На прослушиваниях Джасур рискнул и спел песню не из привычного для него жанра. Риск был оправдан, и он автоматически прошел в полуфинал. Само выступление у меня просто пролетело, я не знаю, на каком-то дыхании, на порыве эмоциональном. А дальше я помню, что меня ведущие встретили, и они мне уже объяснили, что ты в курсе, что прямо сейчас произошло, что это золотая кнопка, что ты уже гарантируешь себе место в полуфинале. Я послушала и думала, боже мой, вот талантливый мальчик, вот дай бог, чтобы он пробился. Я вот чисто вот не то чтобы по-человечески, по-человечески я прям всей душой, всем сердцем болею за Джасура, и я очень хочу, чтобы он выиграл, и выиграл финал вообще. Певцов и музыкантов на шоу гораздо больше акробатов, фокусников, экстремалов и силачей. Поэтому Джасур немного волнуется и переживает, что в гранд-финал он может не попасть. Вообще вокалом здесь, как я понимаю, удивить крайне сложно, потому что, ну, много артистов, которые поют, исполняют песни. Мне кажется, все хотят пройти дальше и как бы бороться за место. Это как бы, может быть, кто-то не говорил, что Джасур ты профессионал, зачем тебе этот конкурс там, всем это нужно, по крайней мере, это интересно, это что-то отличается от повседневных каких-то выступлений. Молодец! Молодец! АПЛОДИСМЕНТЫ Среди вокалистов, прошедших в полуфинал Central Asia's Got Talent, Калжан Тимирбаев. 53-летний участник из Казахстана успел сменить десяток профессий от продавца на рынке и до работника в государственных структурах. Но Калжан никогда не выступал перед зрителями. На шоу он пришел, чтобы осуществить свою давнюю мечту — спеть на большой сцене. АПЛОДИСМЕНТЫ Честно сказать, я не хотела, чтобы песня заканчивалась. Такое ощущение, что вы 3-4 секунды спели. Я просто сидела и... Это приятно слышать. Спасибо большое. Полуфинал для Калжана — еще одна ступенька к достижению цели. Если вокалист выиграет главный приз-шоу 10 миллионов тенге, то он сразу отправится к стоматологу. Если спуститься с небес на землю, я хочу выиграть конкурс и вставить ее зубы. Нет, а то мне там грусть и печаль во рту. Исполнение этой песни, мне кажется, сегодня получилось на славу. Огромное спасибо вам. Мобина Каландарова Девушка пришла на шоу Central Asia's Got Talent вопреки желанию родителей. Они против того, чтобы девушка пела. Я прошла все туры и скоро поеду. Я должна радоваться, что ты в Казахстане? Да. Наверное, я не знаю. Куда поедешь? Родители Мобины отпустили дочь на полуфинальное выступление в Казахстан. Но свое мнение о творчестве дочери не изменили. Конечно, я намного увереннее стала. И после репетиции, которые у нас сейчас происходят, это тоже мне дает больше уверенности в себе. В прошлый раз. Я помню, я сказал, что такой бриллиант должен светить в Центральной Азии. Я очень надеюсь, что он это как-то внил. я очень надеюсь, что он сделает из этого вывод. В Таджикистане Абус Чон прославился как самый сильный человек. Работал в полиции, но ушел ради достижения больших целей. На прослушиваниях Абус Чон обещал судьям показать свою мощь в полуфинале и сдвинуть с места автобус. Автобус должен весить примерно 7-8 тонн. Сам автобус я видел только на фотографиях. В какой-то момент у зрителей и судьи появились сомнения, что силач не сможет осуществить задуманное. Если не получится, то я вспомню, что я это делаю ради Таджикистана и я разозлюсь и сдвину автобус с места. Пожалуйста, Абус Чон, я тебя умоляю, пусть у тебя все получится. Да, силачу удалось сдвинуть 10-тонный автобус и лопнуть все шарики, отмечающие дистанцию. Если Абус Чон пройдет в гранд-финал шоу Central Asia's Got Talent, то он обещает сдвинуть с места самолет. Но это зависит от вас, телезрителей. Молодец! В этом полуфинале на сцене можно было увидеть маленькие копии Майкла Джексона. Команда из Узбекистана Монстр Кидз показала хореографию в стиле известного артиста и снова очаровала судей. Ребята молодцы. Была синхронность. И очень хорошо подготовились. Чувствуется это. Монстр Кидз. Ну что ж, давайте пожелаем им удачи. А вот ребята из Спейс Машин перенесли судьи и зрителей в фильм ужасов, в котором юные пациенты из психиатрической лечебницы исполняют необычные танцы. Я как будто побывала в фильме ужасов. Конечно, крутой номер вы сделали. Гульнур, фильм ужасов продолжается. Молодцы, шикарно подготовились. На прослушиваниях все были в восторге от выступления казахстанских эквилибристов Хасак. Во-первых, мой номер очень сложный. Они поднимали 130 килограмм веса мужчина, вот парень, лидер команды. Ну, я не знаю, если на отбор на туре 130, сейчас, наверное, 150 или 200 будет. Я даже не знаю, как они подготовились, но на тот момент они были очень интересны. На этот тур мы принесли номер китайского мачета. Насчет Гульнуры, то, что она нам сказала свое пожелание, то, что она недостаточно удивлена. Ну, они же спортсмены, они могут еще какие-то крутые трюки делать, может быть. Ну, я думаю, они подготовятся. Мы надеемся, что мы удивим ее и всех членов жюри. Так что мы готовы. Гульнура, ждите нас. Субтитры создавал DimaTorzok Косаки прошли в гранд-финал шоу. У остальных участников тоже есть возможность выиграть 10 миллионов тенге и оказаться в гранд-финале шоу талантов. Все зависит только от вас. На сегодня все. Смотрите выпуски шоу по воскресеньям на телеканалах Хабар, Зор ТВ, КТРК и ТВ Софина. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии, ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Субтитры сделал DimaTorzok